Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. Ровно 10 лет назад состоялась свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Сейчас считается, что церемония была эталонной, но без скандалов все равно не обошлось. 29 апреля 2011 года в Великобритании состоялось одно из самых обсуждаемых событий в современной истории королевской семьи. Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. За церемонией по телевизору наблюдали 26 миллионов человек по всему миру. Еще один миллион граждан страны и туристов выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, чтобы поприветствовать молодоженов. Кейт и Уильям выглядели очень счастливыми. Время показало, что их чувства являются прочными и искренними. Именно поэтому сейчас ту свадьбу называют чуть ли не самой идеальной. Вот только в реальности церемония не была таковой. Во время праздника произошло немало курьезных и даже скандальных инцидентов, которые остались за кадром. В день десятилетия брака Кейт и Уильяма самое время вспомнить про эти эпизоды. Важно понимать, что для принца и его избранницы свадьба была не только праздником, но и частью рабочих обязательств. Вся церемония тщательно продумана, а ее детали регулируют специальный протокол. Не соблюсти протокол – значит оскорбить корону. Собственно, именно это и сделала Кейт Миддлтон. Проходя к алтарю, невеста должна была выполнить реверанс перед Елизаветой II, выражая ей свое почтение. Вот только Миддлтон так сильно волновалась, что забыла данную деталь. Судя по тому, что позднее сообщали инсайдеры, королева была в гневе. На обратном пути, когда церемония уже была закончена, Кейт все-таки выполнила реверанс, и это немного исправило ситуацию. Что интересно, спустя годы Меган Маркл не повторила ошибку Миддлтон, но, как все мы знаем, эта маленькая деталь никак не повлияла на ее отношения с Елизаветой II. Однако это далеко не единственный спорный момент свадьбы, связанный с именем королевы. Спустя некоторое время после свадьбы выяснилось, что монарх была недовольно праздничной каретой, которую выбрали влюбленные. Якобы Елизавета II рассказала, что карета слишком большая и выглядит вульгарно. Так ли это на самом деле? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ на этот вопрос. Свадебная церемония такого масштаба – это всегда головная боль для всех сотрудников правоохранительных органов. Зевак, собравшихся посмотреть на молодоженов, было так много, что полиция едва могла их сдерживать. Неприятный инцидент произошел и после венчания. Одна из лошадей, участвовавших в параде, испугалась большого количества людей вокруг. Животное скинуло наездника и помчалось прочь. Конь пробежал рядом с Кейт, Миддлтон и Уильямом, но влюбленные отделались легким испугом. Никто из гостей также не пострадал. Страшный сон любой невесты лишится всеобщего внимания в такой важный и особенный день. Именно это едва не произошло с Кейт Миддлтон. Подружкой герцогини Кембриджской стала ее младшая сестра Пипа. Девушка все время находилась рядом с невестой, поправляя подол ее платье. Вот только сама Пипа выглядела не менее эффектно, чем Кейт. Все дело в том, что для церемонии сестра невесты выбрала обтягивающее платье от Александра Маквин. Наряд так сильно подчеркивал бедра и ягодицы Пипа, что к этой власти ее тело было приковано чрезмерное внимание. Так или иначе ни Пипа, ни Кейт внимания на происходящее не обратили. В итоге модная оплошность не позволила испортить свадьбу. Кейт и Уильям задолго до свадьбы выпустили заявление, в котором просили приглашенных на церемонию не дарить им подарки. Вместо этого влюбленные предлагали друзьям и родственникам перевести деньги на благотворительность. Но больше всего вопросов вызвал подарок Камилы Паркер Боулс. Супруга Чарльза презентовала невесте золотой браслет с гравировкой. На одной стороне была буква Ка Кейт и Диадема, а на другой также Ка Камила и Корона. Таким образом, герцогиня намекнула не только на особую связь с Миддлтон, но и на то, что в будущем обе женщины займут место рядом с королями страны. Поклонники принцессы Диана сочли подарок неуместным. Камиля до сих пор припоминает связь с Чарльзом в период его брака с Леди Ди. По мнению фанатов, такой презент привел бы в ярость мать Уильяма, если бы она была жива. Так или иначе, Кейт и Уильям в день своей свадьбы выглядели как идеальная пара. Обо всех казусах и неприятностях их праздника стало известно гораздо позднее. Спасибо за внимание, если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.